Давайте посмотрим 30 главу 1 Книги Царств. Я буду читать много стихов. Мы прочитаем с 1 по 20 стих. По 20 стих я буду читать. В третий день после того, как Давид и люди его пошли в Сикелак, млекитане напали с юга на Сикелак и взяли Сикелак и сожгли его огнем. А женщин и всех бывших в нем, от малого до большого, не умертвели, но увели в плен и ушли своим путем. И пришел Давид и люди его к городу, и вот он зажжен огнем, а жены их и сыновья их и дочери их взяты в плен. И поднял Давид и народ, бывшие с ним, вопль и плакали, доколе не стало в них силы плакать. Взяты были в плен и обе жены Давида, Ахинамея из Древетянка и Авегея, бывшая жена Навалав Карамелетянка. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбил душою весь народ, каждый о сыновях своих и дочерях своих. Но Давид укрепился надеждой на Господа Бога своего и сказал Давид Авиафару, священнику сыну Ахимилахову, принеси мне ифот, и принес Авиафару ифот к Давиду. И вопросил Давид Господа, говоря, «Преследовать ли мне это полчища, и догоню ли я их?» И сказано ему, «Преследуй, догонишь и отнимешь». И пошел Давид сам и шестьсот мужей, бывших с ним, и пришли к потоку в Ассор, и усталые остановились там. И преследовал Давид, и четыреста человек, двести же человек остановились, потому что были не в силах перейти поток в Ассорский. И нашли египтянина в поле, и привели его к Давиду, и дали ему хлеба, и он ел, и напоили его водою. И дали ему часть связки смоков и две связки изюма, и он ел и укрепился, ибо он ел хлеба и не пил воды три дня три ночи. И сказал ему Давид, «Чей ты и откуда ты?» И сказал он, «Я отрок египтянин, раб одного амалекитянина, и бросил меня господин мой, ибо уже три дня как я заболел». Мы вторгались в полуденную часть Керетти, и в область Иудину, и в полуденную часть Халева, Асикелах сожгли огнем. И сказал ему Давид, «Доведешь ли меня до этого полчища?» И сказал он, «Поклянись мне Богом, что ты не мертвишь меня, и не передашь меня в руки господина моего, я доведу тебя до этого полчища». И он повел его, и вот амалекитяне, рассыпавшись по всей той стране, едят и пьют и празднуют по причине великой добычи, которую они взяли из земли филисимской, и из земли юдейской. И поражал их Давид от сумерок до вечера другого дня, и никто из них не спасся, кроме 400 юношей, которые сели на верблюдов и убежали. И отнял Давид все, что взяли амалекитяне, и обеих жен своих отнял Давид. И не пропало у них ничего, ни малого, ни большого, ни из сыновей, ни из дочерей, ни из добычи, ни из всего, что амалекитяне взяли у них, все возвратил Давид. И взял Давид весь мелкий крупный скот, и гнали его перед своим скотом, и говорили, «Это добыча Давида». Когда мы читаем Библию, есть драгоценные служители, которых использовал Господь Бог. Не всегда у них было спокойно и хорошо. У них часто были разные трудные испытания. Например, Йосиф был продан в Египет рабство братьями. Потом его лошадь обвинили, что его посадили в темницу. Также у человека Божьего Павла или у Петра были испытания и трудности. Также я видел, как дьявол давал мне трудности, пока я занимался делами Евангелия. Это касается не только меня, но также все наши служители, которые занимаются Евангелием, они преодолели эти испытания. Да, правда в том, что Господь Бог помогает, когда к нам приходят подобные трудности. Но, как я говорил, когда Павла и Силу избили и посадили в темницу, они думали, как мы можем освободиться от этого? Мы не сможем выйти. Может быть, они находились в отчаянии. Однако в полночь Павел и Силу подумали, подожди, с нами ведь Бог, разве это проблема для него? И тогда они начали прославлять Господа Бога и молиться. Тогда произошло землетрясение, и все двери открылись, и цепи упали. Когда охранник вышел, увидел, что двери открылись. А, Чесуга, да, домангал, он думал, что вот, заключение, мы все убежали, и все, мне конец. И он хотел убить себя и достал нож. Но тогда Павел заключал, мы все здесь. Сорож испугался и спросил, что нужно сделать, чтобы мы спаслись. Таким образом, вся семья получает спасение. А на другой день пришли люди и освобождают Павла. Есть такая история в Библии. Это касается и меня, но также всех братьев и сестер. Есть дьяни, когда люди слушают Евангелие, получают спасение и радуются. Поскольку на земле действует не только Господь Бог, но также действует Сатана, чтобы препятствовать Евангелию. Поэтому также и в моей жизни, без исключения, были подобные трудности. Но каждый раз Господь Бог защищал и помогал нам. Братья возненавидели Иосифа и продали его в рабство в Египет. Еще к этому его ложно обвинила жена Патифара, и его посадили в темницу. Но Иосиф находился не только в темнице. Он истолковал значение сна фараона. И стал правителем над Египтом. И смог освободить всех от голода. И мы можем увидеть, как он спасает всю свою семью. В прошлом нашей миссии были разные трудности и проблемы. Были многие противники. Не раз были случаи, когда наши братья становились против нас и воевали с нами. И знаете, хотя порой у меня не было веры, но я видел, как Господь Бог становится на нашей стороне и помогает и защищает меня в этой трудности. Когда мы станем служителями Евангелия, который трудится Богу, дьявол делает, чтобы мы впали в чувство отчаяния. К сожалению, среди наших некоторых служителей есть те, которые оставили служение, будучи обмануты дьяволом, а сейчас страдают и мучаются. Однако, пока мы трудимся Евангелия, Бог с нами. Да, дела с Сатаной не прекратятся. Нам будет казаться, что мы потерявим крак. Кажется, что мы погибнем. Со дна вкладывают разные мысли, говоря, что у нас ничего не получится. Но если вы переживете этот момент, то вы увидите, как Господь Бог даст вам безграничную благодать. И когда мы переживем эти трудности, не нужно бояться. Тот, который вместе с нами, это Господь Бог, это Иисус Христос. Когда мы смотрим книгу «Йов», тогда дьявол говорит Богу про Йова. И Господь Бог ни в коем случае полностью не поручает Йова в руки дьявола. Говорит, ты можешь его искушать, «Но его телу не прикасайся». И когда Сатана снова говорил Богу про Йова, Бог сказал, можешь прикасаться его телу. «Однако к жизни не прикасайся». Господь Бог всегда ставит рамки, чтобы мы могли преодолеть испытания трудностей. Когда братья сталкиваются с проблемами или трудностями, дьявол делает, чтобы только чувства отчаяния были видны нашим глазам. Поэтому мы думаем, у нас не получится. Я не могу. Какой из меня проповедник? И очень редко, но бывают те, которые уходят из церкви. Я очень многое хочу им сказать. Но, к сожалению, они сразу же сбрасывают телефон. И дьявол не позволяет нам общаться. Но это ведь весь ловушка дьявола. Слава Богу, в последнее время все больше и больше братьев возвращаются в церковь. Я не считаю, что в будущем не будет тех, которые уйдут из церкви. Я не знаю, как все будет. Но дьявол продолжает искушать нас. Мы прочитали слово. Бог поставил Давида царем. И Давид знал, что Бог определил его быть царем. И царь Саул тоже знал об этом. Если бы царь Саул повиновался бы Богу, тогда бы он сказал, Давид, давай пообщаемся. Может быть, в настоящий момент я являюсь царем, но мне кажется, Бог поставит тебя царем над Израилем. Это воля Бога, поэтому я готов освободить эту должность. Поэтому давай будем жить близко. Пожалуйста, будь всегда рядом со мною. И когда ты воцаришься, давай будем дружить. Как было бы хорошо, если бы Саул поступил так. Однако он поступил не так. Поскольку он был царем. Он считал, что сможет убить Давида. Зная, что Бог поставил Давида царем. Он пытался убить Давида. Тогда я смогу сохранить это царство. Но как раз пытался убить Давида. Однажды Давид уже больше не мог терпеть. И он убежал из Израиля. И он вместе со своими людьми построил в Сикелаке город и начал жить в Сикелаке. Однажды он ходил на войну. И вдруг почувствовал запах пожара. И когда они пришли к Сикелаку, Сикелак был полностью сожжен. И жен и дети были взяты в плен. Вместе с Давидом было 600 человек. Давид не говорил, что станешь царем. А мы, наоборот, все потеряли. А они начали злиться. Некоторые взяли камни и хотели побить Давида камнями. И сказали, давайте разойдемся. Давид оказался в ситуации, что подданные его готовы убить его. Что говорит Библия? Что Давид был сильно смущен. Но укрепился надеждой на Господа. И он смог укрепиться. Это такие прекрасные слова. В Библии написано Написано следующее. Посмотрите 6 стих. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо оскорбил душою весь народ, каждый о становях своих, дочерях своих. Но Давид укрепился надеждой на Господа, Бога своего. Вся сила, которая противится нам, приходит от дьявола. А сила, которая защищает нас, приходит от Бога. Вы должны запомнить, Бог намного мудрее, чем сатана. И Бог имеет намного больше силы, чем сатана. Когда сатана атакует нас, тогда кажется, что у нас ничего не получится, а наши чувства отчаяния наполняют нас. Да, если я буду сам бороться с искушениями дьявола, мне будет тяжело. Однако, когда я смотрю на Бога, Бог вполне может преодолеть эти искушения. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо оскорбил душой весь народ, каждый о становях своих, дочерях своих. Но Давид укрепился надеждой на Господа, Бога своего. Это есть правило трудностей, которые приходят к христианам. Павел благовествовал Филиппе, и там весноватое уверовало. Но потом его обвинили, разодрали одежды, избили, посадили в темницу. Павел мучился, страдал, но полночь, до того момента, когда он смотрел на положение, ему было тяжело. Но когда он направил свой взгляд на Господа Бога, «О, почему мы в тюрьме? Нас били. Мы не знаем, когда мы сможем освободиться. Но ведь с нами Бог! А Господь не оставит это просто так!» Когда Йосифа продали в рабство, когда его посадили в темницу, казалось, что это все. Но это был процесс, чтобы он стал правителем Египта. И это стало шансом, чтобы Йосиф мог спасти весь Египет и всех израильтян. Да, у Йова были многие трудности, испытания. Но Бог сказал, «Не прикасайся к его телу». Поставил грань. Потом сказал, «Не прикасайся к жизни». И затем Господь Бог благословляет Йова. Это есть точные шаги, по которым происходят трудности в жизни христиан. И нам дьявол дает трудности, дает испытания. Не слушайте в таких ситуациях только голос сатаны. Смотрите на Бога. И тогда появится вера, что у вас появится сила победить трудность. Люди хотели побить камнями Давида. Однако, что написано? Давид сильно был смущен. Но Давид укрепился надеждой на Господа Бога своего. «А, это сейчас действует сатана!» «У меня есть ведь Бог!» «Тогда это не проблема!» «Если я буду взирать на Бога, Бог, он больше, чем сатана». И казалось бы, что Бог дает нас сатане, но обязательно за этим последует деяние Господа Бога. Последнее время, конечно, не было серьезных проблем, но раньше было очень много серьезных проблем. Порой ко мне приходили чувства отчаяния. Но когда я взирал на Господа Бога, всегда у меня появлялась надежда. И я мог преодолевать трудности. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, и поскорбел душой весь народ, каждый о сыновях своих, дочерях своих. Но Давид укрепился надеждой на Господа, Бога своего. Послушайте внимательно. Когда нам тяжело? «А, это действует сатана!» «Но у меня есть Бог!» Что бы ни говорил сатана, Бог превратит в это в славу Божию. Когда наше сердце взирает на Бога, прекращаются все испытания. И Давид становится царем. И Давид становится правителем. когда Бог воздвигает нас. Перед этим всегда сатана дает нам чувство отчаяния, что у нас ничего не получится. Но именно в этот момент нам надо смотреть на Бога. Люди пытались убить Давида камнями. «Ой, Господь!» Когда Он взирал на Господа Бога, у Него появилась сила. Сможем ли мы догнать? Бог сказал, «Догонишь, отнимешь, и все, возвратишь». Нападавшие Амалекитяне. Они взяли в плен жён и детей Давида. И взяли жён, чтобы сделать, своими жёнами взяли детей, чтобы взять в плен. Но куда они пошли? И где их найти? Откуда Давид может знать? Об этом никто даже не знает. Но когда Давид преследовал, нашли какого-то человека. «Мы заняты, ладно, пускай лежит». А вдруг он умрёт? Давайте посмотрим, кто же он. И он голодал три дня. Ему дали воды, ему дали пищу, и тогда он пришёл в себя. Давид спросил, «Кто ты? Что ты здесь лежишь?» Он отвечал, «Я три дня назад заболел. Я был рабом у одного Амалекитянина. Я сам отрок египтянин. Но из-за того, что я заболел, хозяин оставил меня здесь умирать. Мы напали на область Китерити. И сажиглистики лаг». «Правда?» «А ты знаешь, где они?» «Конечно». «Можешь довести нас к ним?» «Нет, я не хочу». «Я не хочу снова оказаться у них в рабстве». «Если пообещать, что не отдашь мне хозяину, если ты не умершишь меня, дай мне обещание». И Давид поклялся. И когда они последовали, смогли сразу найти, смогли всё возвратить. И когда вернулись, Сикелак был сожжён. И нет места, чтобы остановиться. По этой причине Давид возвращается в Хеврон, в Израиль. «Пока не было Давида, филистимляне напали на Израиль». Пока был Давид в Израиле, филистимляне боялись Давида и не могли напасть на Израиль. Но когда не стало Давида, они напали на Израиль и убили Саула. И по воле Бога Давид становится царём. По какой причине Сикелак был сожжён, скажите? Бог говорит, «Давид, хватит нам ходиться там, возвращайся в Израиль. Ты должен стать царём». Но пока он не знает этого, почему же взяли дочерей и сыновей в плен? Он пошёл за детьми и уничтожил всех америкетян. И когда вернулся в Израиль, оказалось, что Саул умер. И Давид смог стать сразу царём. С одной стороны, кажется, что это проблема и искушение. Однако, это шанс, чтобы начать действовать Богу. Пока я служил Господу Богу, Он меня благословил разным способом. Сатна потерял свою слугу. И поэтому всячески пытается ввести нас к чувству отчаяния. Но если мы будем с Богом, Бог будет охранять нас. Когда к вам приходит проблема, не надо отчаиваться. Взирайте на Бога. Давид сильно был смущён, так как народ хотел победить его камнями, ибо скорбел душой весь народ, каждый о сыновях своих и дочерях своих. Но Давид укрепился надёжный на Господа, Бога своего. Встречая 2022 год, я верю, что благодать Божия переполнит нашу миссию. Я верю, что благословение его переполнит каждого из вас. Но перед тем, как встретить его благословение, сатана будет давать нам трудности и испытания. Но если вы будете взирать на Бога, как Давид, трудности и проблемы не останутся проблемой и трудностью. Станут благословением, чтобы стали царём. Станут проголосовением, чтобы вы стали правителем. Бог не оставит вас. Он желает воздвигнуть вас. По этой причине взирайте на Бога. Когда вы будете взирать на Бога, Бог обновит вам силы, и вы получите милость. Позвольте, я прочитаю. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душою весь народ, каждый о сыновях своих и дочерях своих. Но Давид укрепился надеждой на Господа, Бога своего. Как же это удивительные слова. Перед нами есть разные трудности и проблемы. Но Бог всегда помогает нам. И считайте, что проблема и трудности это вступительная музыка перед Дианем Бога. Посмотрите, 30 главу, 6 стих. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душой его весь народ, каждый о сыновях своих и дочерях своих. Но Давид укрепился надеждой на Господа, Бога своего. Я верю, что в 2022 году Господь Бог откроет двери перед нами. Дьявол завидует, поэтому будет вести нас к чувству отчаяния. В этой ситуации смотрите на Господа. Если вы будете уповать на Бога, вы сможете преодолеть эти искушения и сможете получить огромное благословение Господа Бога. Пожалуйста, помните эти слова. И 2022 год. Нас ждут, может быть, трудности. Будут ждать испытания. Однако, размышляя о Боге, преодолевайте. И как Давид стал королем, как Иосиф стал правителем, я желаю, чтобы каждый из вас получил благословение от Господа Бога. Когда приходят испытания, когда приходят проблемы. А, я получу благословение. Бог будет действовать, веруете так. Тогда вы не попадете под искушение и сможете жить в благодати. Я верю, что Бог вам даст множество плодов. Я благодарен Богу, который помогал в 2021 году. И в 2022 году я верю, что Господь Бог приготовил для нас удивительное благословение. Спасибо за внимание. Давайте помолимся. Святой Господь Бог, Отец Небесный, мы благодарим Тебя. Мы не можем преодолеть даже маленькое искушение, когда нам тяжело. Павел взирал на Господа Бога в трудности, и тогда, когда он молился, Бог, ты действовал. И мы видели, как ты решаешь эту проблему, Отец Небесный. Мы получили множество благословений от Тебя. Получили много милости. Мы получили обещание Твое. Дьявол ведет нас к отчаянию и дает нам испытания. Мы верим, что каждый раз ты действуешь, помилу, что мы могли взирать на Тебя и приобрести силу, чтобы преодолевали искушения, преодолевали трудности, и чтобы мы славили Тебя. Благослови, пожалуйста, каждого из нас. Мы благодарим Тебя, любимую церковь и всех братьев и сестер, всю нашу миссию. Господь, мы просим, чтобы Ты благословил. Мы благодарим Тебя и молились во имя Иисуса Христа. Аминь.